Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. У правительства нет возможности финансировать профессиональный спорт. Болельщики озаботились будущим Родины. И вот заголовки новостей последних дней. Крик банкротит хоккейный клуб Родина. Если Родина не погасит долги по зарплате до середины июня, из клуба уйдут сразу три игрока. Я ничего сейчас не сочиняю. Это действительно заголовки новостей. Ты еще не все читаешь. Итак, команда Родина в центре нашего внимания. Сегодня в первом часе дневного разворота. И у нас в студии Игорь Загозкин, главный тренер команды Родина. Игорь Васильевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, Киров. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех кировчан с наступающим днем города. И сказать, что город Киров это самый лучший город на Земле. Я думаю, тут никто спорить не будет. В этой студии точно никто спорить не будет. Но все-таки, Игорь Васильевич, вы тоже ведь читаете об этом, да? Вы тоже ведь следите за СМИ. Да, конечно. Насколько адекватно вообще освещается информация? Правдиво, адекватно. Да, к тебе все страшно. Я бы так сказал, что это, может быть, мало только того, что происходит на самом деле. То есть ситуация на самом деле критическая. Следующий шаг, по сути дела, это такой, что команды просто не будет. Вот это, наверное, истинная правда, которая сейчас, на данный момент есть. То есть до такого уровня дошло, что у вас сама судьба команды уже под вопросом? Она, скажу так, уже очень сильно качается и качается в сторону того, чтобы упасть. А что значит команда исчезает? Это игроки? Дело все в том, что... Расходятся, расторгают договоры? Да, дело все в том, что... Административный персонал, вы уходите? Дело все в том, что... Тренер может остаться, но надо все равно кого-то тренировать. Да, очень бы хотелось кого-то тренировать на самом деле. Нет, дело все в том, что на самом деле существуют законы спорта, которые никто не отменял и по которым живет весь спортивный мир. То есть если в период сейчас ведется комплектование команд, различных команд, то есть какой-то состав собирается... То есть тоже подготовка к следующему сезону? Конечно, она ведется... Начинается сразу после окончания сезона. Я бы даже сказал, что, наверное, хорошие клубы, они начинают еще заблаговременно до окончания того сезона уже работать на следующем сезону. Поэтому первый вопрос это именно как раз то, что комплектование команды. То есть вот, по сути дела, с 1 июля команда должна выйти уже, приступить к тренировочным занятиям из отпуска. Но кто выйдет и какая команда будет, с кем будут подписаны контракты, у кого есть, в том числе и у меня сейчас на данный момент нет контракта. Контракт, поясните, он на год, да, ведь заключается каждый раз? Ну, я скажем так, если мы последим спорт вообще и игровые виды спорта, то в основном, конечно, хотят... Многие команды пытаются заключить контракты не на один сезон. Это очень выгодно, это так называемая трансферная политика. Если ее правильно выстраивать, то можно намного облегчить комплектование команд на следующий сезон. И, скажем так, это было очень неплохо в нашей команде в период 2000-х, 2002-го, 2008-2009-2009. То есть когда долгосрочные контракты были? Да, то есть мы заключали контракты тогда на 2-3 года. И этот контракт обходился, по сути дела, дешевле, потому что, допустим, если человек заканчивался контракт, к примеру, там у Сергея Шаброва, то сумма его контракта была, то есть те предложения, которые ему поступали, они были довольно-таки во много раз превышающие те заработные платы, которые были у него на тот период. Но так как мы ему всегда предлагали, не только ему, а другим хоккеистам предлагали контракты, за год до окончания этих контрактов нам удавалось сохранить команду, сохранить лидеров команды. И это так называемая, опять же повторюсь, трансферная политика давала хорошие результаты. И, по сути дела, в тот период у нас практически никто не выходил. Игорь Васильевич, где сейчас находятся ребят, игроки, чем они сейчас заняты? На данный момент мы, по сути дела, провели, пытались сделать так, как это должно быть. В моем твердое понимание вопроса то, что спортсмен должен заниматься 11 месяцев в году. И даже еще тот месяц, который, по сути дела, назначен для отдыха, ни в коем случае не забывать, что он спортсмен, и бегать, и держать форму. То есть ни в коем случае, по возможности, чтобы по выходу из отпуска лишний вес соответствовал, хотя бы примерно соответствовал тем компонентам, которые должны быть. Ну понятно, да. Да, поэтому мы провели перерывочные занятия. Были у нас лед, был лед. Катались в Кирово-Чепецке, ездили туда. То есть это был Олимп-арена. Олимп-арена, да, это был апрель, это был май. Но, к сожалению, опять же, это не удалось провести в полном объеме, потому что команда, по сути дела, занимались молодые ребята. Мы их приглашили из команды высшей лиги, да, и в основном катались те ребята, То есть, которые Родина-2, да? Да, да, и в основном катались те ребята, у которых еще контракты не закончились. Вы сказали, не докатались, не завершили в полном объеме, с чем это связано. Так вот как раз объясняют. Да, то есть, по сути дела, мы бы еще, там, допустим, мы закончили, к примеру, кататься 15 мая, да, то есть, но оптимальный вариант это было бы закончить еще дальше, то есть, до конца мая кататься. Но, по сути дела, получилось так, что уже и ребята, которые молодые, они днем не смогли заниматься, потому что готовились к экзаменам уже и у нас. А те игроки, которые были в команде, не всегда принимали участие в этих тренировках, потому что, в том сезоне имеется в виду, то они не всегда принимали участие в тренировках, потому что у них, по сути дела, нет контрактов. То есть, контракты закончились, а заключать новые, они не уверены, будут ли с ними, согласны ли они сами еще? Ну, скажем так, но, учитывая финансовые ситуации, у нас, по сути дела, несколько игроков просто ушли работать. Они просто ушли работать на этот период времени, чтобы заработать какие-то деньги и содержать семью. Ушли работать, а сфера самая разная. Что нашли, что подвернулось, что подвернулось человека, работают на стройке. На стройке, да. Кладка. Ну, я не скажу, что, наверное, огромные специалисты, конечно, это разнорабочие. Так, давайте вопрос с выплатой и заработной платы тоже обсудим. Это правда, что несколько месяцев уже ни копейки. Ну, скажем так, давайте, я бы, наверное, не с этого начал все, как-то начну с позитивного. О позитиве немножко сказать. Первое, наверное, это то, что вам спасибо огромное, что не забываете про нас. Спасибо радиостанции «Эхо Москвы», то, что не забываете про нас и подняли этот вопрос. Но мы просто прекрасно понимаем, что вашей судьбой интересуются тысячи и тысячи жителей города. Социально важный вопрос. Вот я этот как раз вопрос и хочу сказать. То есть спасибо огромное вам за то, что уделили нам внимание. Но огромнейшее спасибо, я бы хотел сказать, болельщикам, которые на данный момент собрали около тысячи подписей и передали лично губернатору то, что команда нужная. Вот это очень приятно, потому что всегда приятно осознавать, что кому-то нужен. И много очень кривотолков идет. Подождите, вот новость была о том в мае, что болельщики намерены собрать не менее двух тысяч подписей в поддержку команды Родины, чтобы она осталась. Вот речь об этом идет. Да, я знаю точно, что тысячи подписей... В интернете можно скачать бланк и так далее. Да, собрано и передано губернатору. Вот это я информацию точно знаю. Еще раз повторюсь, это очень приятно. Игромное спасибо нашим болельщикам за это внимание, которое они в очередной раз показали. Сейчас подписи уже не собираются. Тысячу на тысячу набрали и все передали. Я думаю, что просто может быть это какой-то промежуточный, эта цифра промежуточная. Я думаю, что и дальнейшие подписи, если это будут, это будет только плюс нашей команды. Инициатива сбора подписей исходила непосредственно от болельщиков. Болельщики вроде, но это очень активные болельщики, что они очень внимательно за всем следят. Такая своя когорта интересная. Так это уже за сколько лет сформировалось-то, что это ведь? Месяц команды росли. Ну, по сути дела, так и получается, да. Да, еще раз говорю, что слушал тут много передач и говорится о болельщиках. То есть, безусловно, посмотрите, как говорят, одно дело, когда и в радости большого количества болельщиков вспоминают о команде. Но именно сейчас, когда ситуация очень непростая, может быть, еще не гореть, но, по крайней мере, очень тяжелая ситуация. Ну, я знаю, папа, мама, дедушка, бабушка болеют, и внука, сына потом ведут, собственно, заниматься, да, в хоккейный клуб. Я бы так сказал, в период, когда команда была, так сказать, на самом высоком ходу. Ну, 19 мая был первый звонок в Треневскую о том, что, когда будут продаваться абонементы на следующий сезон. То есть, люди, как и спортивные специалисты к следующему сезону, начали готовиться заранее уже. 19 мая, я хорошо запомнил это число. День пионерии, да. Да, 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 то есть, был первый звонок, и попросили, когда уже пора продавать абонементы на следующий сезон. То есть, вот это было, это не отнять, ну, наверное. Ну, это и есть, это и есть, все равно болельщики остались. Возвращаясь, все-таки, к вопросу о зарплатах, Игорь Васильевич. Какая ситуация сейчас? Ну, скажем так, финансово составляющая ситуация очень сложная. Были за этот период времени, наверное, с Нового года поступления какие-то. Не то, что там заработная плата конкретно там, допустим, за июль, там, за апрель, да. То есть, было выдано пропорционально там сумме, выдана какая-то заработная плата всем ребятам без исключения, да. То есть, и последняя, наверное, была у нас получаться. Так, ну, апрель месяц. В апреле месяц. Апрель немножко, да. Ну, то есть, это было... В апреле месяце, частичное какое-то погашение. Да, 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 частичное погашение долгов. То есть, это, опять же говорю, это не то, что, допустим, там, погасили за апрель, погасили там за февраль, октябрь, так и так далее. Ну, просто из того, что есть пропорционально, как связано. Да, ну, на данный момент я скажу так, что лично у меня октябрь еще не закрыт. Прошлого года. Прошлого года, да. Когда последний раз, извините, поинтересуюсь, вы получали тоже в апреле? Да, вот я говорю, что всей команде понемножку по какой-то там сумме давали. В такой ситуации, насколько я понимаю, уже невозможно разобраться, за какой ты период получаешь. Ну, там сейчас бухгалтерия, думаю, она все равно считает, кому что, когда выпустим. Да, я думаю, что в этом отношении мы, как бы сказать, обмана никакого не будет, все сосчитано, все, как бы сказать, есть и очень рассчитываем на то, что все-таки эту заработную плату мы получим. Кстати, вот вы читали сейчас о том, что три хоккеиста на КДК, вот до 15-го числа. Это как раз речь идет о том, что есть такой пункт в регламенте соревнований по хоккею с мячом. Это то, что если у этих всех, у этих трех хоккеистов, у Дина Барбакова, у Евгения Леухина, Дмитрий Барбаков и Максим Шакиров. У них всех на данный момент действующие контракты. Но если игрок не получает заработную плату, есть долги по заработной плате, он получает статус свободного агента. Вот сейчас первое было заседание КДК, на этом КДК было принято решение, что до 15-го июня должны погасить заработную плату. Если этого не произойдет, то игроки станут свободными агентами и могут покинуть команду и перейти в любой другой клуб бесплатно. То есть, видите, на каких позициях играют? Давайте сделаем. Продолжим беседу через небольшое время. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Команда «Родина», планы и перспективы на следующий сезон. Вообще, будет ли он следующий сезон? Конечно, хочется верить в это. Хотелось бы верить. Хотелось бы верить, да. Игорь Загоскин у нас сегодня в студии, главный тренер команды «Родина». Мы продолжаем. Итак, Евгений Леухин, Дмитрий Барбаков и Максим Шакиров. До 15-го июня могут стать свободными агентами. У меня вот какой вопрос. В некоторых видах спорта, когда вот такие финансовые нарушения в командах происходят, на них накладывают запрет на регистрацию новых игроков. Родине это не грозит. То есть, если вы с кем-то там не рассчитались, то вы и других никого не купите. Да, я понял, о чем идет речь. На самом деле ситуация есть такая во многих видах спорта. И в футболе, и в хоккее с шайбой. Но, скажем так, нам пока пойдет речь о том, чтобы нам кого-то приглашать и зарегистрировать других хоккеистов. Наверное, если такие моменты произойдут, то места этих ребят заполнят представители из нашей детской спортивной школы. Самое обидное, можно сказать, что очень много всегда говорится о команде Родины. Последнее время болельщиков, которые так скептически относятся, говорят о том, что там средний возраст либо старый, либо молодой. То есть, в этом отношении сложно не согласиться. Можно просто посмотреть, какое количество лет ребятам и дать оценку. Но, скажем так, посмотрите, опять же, вот эти три хоккеиста, которые сейчас есть, это представители, о которых мы говорили, это как раз представители, наверное, Дима Барбаков, еще молодой, перспективный парень. А эти два хоккеиста, которые представители такой средней волны, которые, по сути дела, и должны таскать этот рояль в команде, ну, так образно говоря. То есть, 30 плюс? 30 плюс? Нет, эти ребята, они 92-93 года рождения. А, то есть, самый возраст. Сейчас пылают мощью энергии. Как раз и хочу сказать, что эти ребята уже имеют какой-то опыт выступления и имеют какое-то мастерство, да, и самое главное, еще имеют те силы, которые необходимы для профессионального хоккеиста. В последнее время расцвета, да, скажем так. Да, в последнее время у нас так и получается. То есть, те игроки, которые среднее поколение, как правило, у нас выкашиваются из-за трудных финансовых узлов. И в том году, вы посмотрите, опять же, там и Олег Пивоваров, и... То есть, получается так, что родина молодежь обкатывает, доводит до кондиции, и они потом уезжают. Михаил Шаляв, да. Да, то есть, именно как раз средний возраст всегда становится очень внимательно, как бы смотрят другие команды и берут с удовольствием свои ряды. Если учесть, что в этом сезоне еще добавилось сейчас согласие на то, что команда будет играть в Суперлиге, это команда Стридельцы, Тевкар. То есть, естественно, опять же, игроков им надо, куда смотреть, в первую очередь, смотрят в нашу сторону, естественно, и предлагают какие-то условия. Зоркий Красногорск, я знаю, уже вроде бы... Решил свои проблемы. Да, да, то есть, финансово сейчас уже, как бы, какие-то ясности будут, и они будут, естественно, куда опять, где искать игроков. То есть, опять в нашу сторону. Команда «Динамо Казань», которая в том году пополнилась большим количеством игроков из нашей команды, сейчас опять все взоры в нашу сторону. То есть, игроков, так сказать, получается так, что очень большое количество игроков имеет предложение из нашей команды. Ну, и, соответственно, раз Родина сама не имеет возможности им создать условия, чтобы они остались, они, конечно, уходят. И осуждать за это их нельзя. С одной стороны, этих ребят можно понять в этой ситуации, да, что они верят, ждут, надеются, и, я уверен, хотят играть за нашу команду, но можно понять, что им просто-напросто надо кормить свои семьи. То есть, патриотом, конечно, можно быть, да, таким идейным, убежденным и хотеть остаться здесь, но когда... Ну, во-первых, семья голодная, и, во-вторых, как бы, да, ведь не забывай, что... Очень короток век, да, хоккеисты, да? Да, но... И лучшие годы провести без... Ну, спортивная, да, карьера, именно профессиональная спортивная карьера, да. Надо успеть заработать что-то еще потом тоже сложнее будет. Давайте теперь вспомним о том, что этой зимой был создан, так называемый, попечительский совет команды Родины, и, кстати, руководители. Исполнитель, вернее, директор совета у нас сегодня планируется на связи, это Андрей Маури. Как складываются взаимоотношения с попечительским советом? Что вот он в ваших глазах делает? Скажем так, финансовые средства привлекались, и была нам, опять же, погашена часть, какая-то часть заработной платы из попечительского совета, да. Но мне кажется, что полностью решить вопрос финансирования команды, я думаю, что ему будет, ну, очень тяжело, скорее всего, даже невозможно. То есть, именно, чтобы бюджет команды полностью набрался из попечительского совета, я думаю, что это будет делать от предприятий, там это будет делать очень тяжело. Ну, напомним, суть, да, там, деньги, собственно, согласившихся предприятий. Вот здесь надо вернуться к вопросу, у нас же очень часто аргументируют вот это отсутствие финансовой помощи тем, что якобы есть запрет на финансирование из областного бюджета. Вот, к примеру, исполняющий обязанности министра спорта Кировской области в конце апреля заявлял, это Георгий Барминов, у правительства нет возможности финансировать профессиональный спорт. По его словам, правительство заинтересовано в том, чтобы большой спорт, это в том числе и Родина, развивались, но при этом возможности поддержки у властей ограничены. Он напомнил, сослался, вернее, на поручение президента о том, чтобы поэтапно сокращать расходы на профессиональный спорт в регионах. Поэтапно сокращать, это разница есть, запретите ли поэтапно сокращать. Я насколько знаю, в других регионах не совсем такая ситуация, так ли? Ваша точка зрения, Владимир Васильевич. Моя точка зрения по этому вопросу, ну, то есть, что мне хотелось сказать, если мы посмотрим сейчас экономическую ситуацию, наверное, и в мире, и у нас в России, и в нашей регионе, да, понятно, что она очень серьезная и непростая, да, но почему-то в других регионах находят варианты и возможности финансировать и из государственных бюджетов, и из областных, из региональных. Приведите пример. Да, я вот сейчас недавно только прошел совет в КХЛ, и Александр Иванович Медведев, который входит в совет директоров в континентальной хоккейной лиге, отчитывался о вопросе финансирования, откуда берется финансирование команды. И он ясно дал понять о том, что 52% финансовых средств в КХЛ – это финансовые средства городских и областных бюджетов. То есть, если мы учтем о том, что бюджеты клубов КХЛ – это миллиарды, миллиарды рублей, и, по сути дела, по 520 миллионов выделяют из бюджетов городов и областей, да, понятно, есть более сильные регионы и более слабые регионы, но, в принципе, значит, есть возможность и запрета на то, что денег из бюджетов нельзя давать, таких запретов нет. Если мы возьмем наш вид… Законов таких не существует. Законов таких не существует. Если это происходит, они все не нарушают закон, тем более официально сообщают об этом. И можно сказать о том, что в нашем виде спорта один из ярких примеров, ярчайших примеров – это Красноярский Енисей, который полностью и бюджет Красноярского края, по сути дела, получает финансовые средства. Так там тоже, наверное, сумма-то серьезная. Да, у них больше 250 миллионов в год у команды Енисея. А что касается, вообще, на спорт, насколько я знаю, на спорт в Красноярском крае тратится из бюджета более миллиарда рублей. На профессиональный именно спорт. На профессиональный спорт. Ну, ладно, даже если не пропорциональный, то взять бюджет. Посмотрим опять и Енисей, и Красноярский. Футбольная команда, помните, боролась в этом сезоне за то, чтобы играть на следующий год в самом высшем дивизионе футбола. То есть есть команда, естественно, благодаря тому, что четко ясное финансирование, то есть видны результаты в этих городах. А бюджет Родины? Можете озвучить сумму? Существующий и желаемый, объективный. Скажем так, вот эта проблема, наверное, которая уже несколько лет у нас существовала и существует. Вот этот бюджет как раз и получается так, что в начале сезона, как правило, не бывает определен. То есть вроде так, вроде так. То есть и вот эти задолженности, которые есть, мешают четко разобраться с ним. Но я думаю, что наша команда могла бы существовать и иметь, мы могли иметь боеспособную команду в районе 100-120 миллионов. Зимой озвучивалась цифра как раз-таки в рамках попечительского совета 40 миллионов, чтобы для продолжения успешного выступления в чемпионате. Это объективная цифра? Да, тогда просто-напросто на тот период времени были задолженности по зарплате, плюс те переезды, которые нам планировались и закончить команду, по сути, закончить сезон и отправить ребят в отпуск. Вот, то есть все это, об этом, как бы об этой сумме шла речь, чтобы нам закончить сезон. Именно, ну, по сути дела, как должно это быть. Эта сумма-то пришла вообще? Нет, далеко не пришли. То есть это только было сказано красиво, да? А реально было меньше? Нет, сумма, она, я бы так скажу, в разы меньше. Но она была все-таки? Нет, там же поступили средства из попечительского совета, вот, были еще несколько средств еще от других спонсоров, да, но они не покрыли тех затрат, которые нужны были для того, чтобы закончить сезон. А поступят, не поступят, неизвестно? Ну, очень бы хотелось, чтобы поступили. Ага. Игорь Загоскин, главный тренер команды «Родина», у нас сейчас перерыв на рекламу, мы скоро продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот с Николаем Голиком. И Владимиром Сметанином. Да, и наш гость Игорь Загоскин, главный тренер команды «Родина». Николай, мы у нас древые головы, мы опять забываем озвучить опрос. А, у нас опрос, да, опрос очень простой, я думаю, очень понятный. Помочь команде «Родина» в решении финансовых проблем, в первую очередь, кто должен. Три варианта ответа. Власти, представители бизнеса, в скобках попечительский совет, ну или сами болельщики еще вариант есть. Голосовать можно на нашей странице ВКонтакте и на нашем сайте хокерово.ру. На странице следующая ситуация, 61%, то есть большинство за то, чтобы представители бизнеса финансировали «Родину». А на сайте хокерово.ру за вариант власти никто не голосует. А вот остальные два варианта, представители бизнеса и болельщики, 50 на 50. Есть звонок? Будем общаться. Это не звонок, это у нас на связи, да. Да, Андрей Маури у нас на связи, исполнительный директор попечительского совета хоккейного клуба «Родина». Андрей Алибертович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же вопрос, времени у нас мало. Собственно, действия попечительского совета в настоящее время для того, чтобы «Родина» продолжала жить. Мы имеем в виду хоккейную команду. Первое, что было сделано, сезон закончили. Второе, попечительский совет сегодня в обладе с губернатором занимается тем, что решается вопрос по попечителю, по основному спонсору команды. Губернатор как бы дал четкие убеждения, что команда будет играть в высшей лиге и в суперлиге. В высшей лиге или в суперлиге, Андрей? Обе команды. А, то есть «Родина-2» и «Родина», да? Мы сегодня оформляем заявку в Федерацию. А основной попечитель – это кто? Я что-то пока не могу разглашать. Андрей Альбертович, основной попечитель – это как бы титульный спонсор, который будет спортировать основные задания. Потому что сегодня многие кировские предприятия всего своих возможностей смогли помочь. И болельщики активно отработали почти тысячу подписей, собрали поддержку команды, мы их передали в правительство. Ага. Ну, вот этих попечителей уж несколько вариантов. Ну, сейчас как бы круг значительно сузился, потому что, как вы понимаете, к сожалению, очередь не стоит из желающих помогать. Поэтому это результат личных усилий губернатора. Андрей Альбертович, еще вопрос. Вот смотрите, пока вот эти вопросы решаются, вот мы же видим, что уже какие-то происходят движения, в том числе хоккеисты могут покидать команду и так далее. Как-то вот, чтобы сохранить, какие-то действия предпринимаются? Ну, мы практически ежедневно этим занимаемся, не просто предпринимаются. Если бы ничего не делалось, у нас в апреле бы уже ряда игроков не было в команде. А так ведем индивидуальные беседы, общаемся с руководством федерации. Большую помощь нам оказывает Борис Иванович Скрынник в этом вопросе, за что ему большое отдельное спасибо. Андрей Альбертович, вот я сейчас вас хочу процитировать в ваше интервью Спорт.ФМ и Источнику новостей. Вы заявили этим изданием о том, что есть механизмы, которые, несмотря на банкротство, позволят команде играть в профессиональной лиге. Можно поподробнее? Что за механизмы? Хотелось бы для понимания. Дело в том, что банкротство это же не смерть, это оздоровление. Поэтому механизмы всегда есть. Так, кстати, мы забыли еще, да, все-таки проговорить вот это. Тем более еще само по себе банкротство, оно не введено, есть заявление, и пока это просто заявление. Мы забыли просто слушателям пояснять о том, вот Кировская региональная ипотечная корпорация подала иск в отношении клуба. Ты ему как заголовок это прочитал. Да, вот поясните, расскажите, пожалуйста, об этой истории. Ну, это третья попытка корпорации, значит, подать на клуб на банкротство в январе, значит, уже в крайний раз такая попытка была, до суда не дошло, сейчас тоже есть. Собственно, вопрос достаточно тривиальный. Были долги, которые копились годами, и, в принципе, к 2016 году все это привело к той ситуации, из которой пытаются сегодня выбраться все вместе и хоккеисты, и попечители, и руководители области. Непростая ситуация. Более того, скажу, за 30 лет от моей работы такого еще в клубе не было. Ну, там речь о том идет, что корпорация давала деньги, да, взаймы? Ну, фактически корпорации дали команду, я так понимаю, Щеречков дать деньги, значит, дали деньги, а механизмы возврата как-то не сильно побеспокоились, потому что надеялись на обычные русские авось, небось и как-нибудь. А хоть сколько-то? По зарплате хоккеистов, но административный аппарат деньги все получил, но тоже большой вопрос. Опять же, вас хочу процитировать, губернатор сказал, что команда будет, мы верим губернатору. Вы имеете в виду временно исполняющие обязанности, да, Игорь Васильевич? Ну, можно и так передернуть, мы все понимаем, о чем речь, я считаю, что если человек руководит областью, он не временно ей руководит постоянно. Нет, просто еще хочется понять заинтересованность Игоря Васильева, то есть когда он это сказал, насколько вы, в каком диалоге вы находитесь? Об этом в курсе этих вопросов постоянно, он занимается. Просто когда сваливается очень много проблем одновременно, к сожалению, их одновременно решить и не получается. А контакты с ним практически ежедневно по этому вопросу идут. Мы согласовываем визит с Крыника, с Крыника готов сюда приехать с Мяосом, встретиться с губернатором, обсудить перспективы. То есть шаги есть. По вашим предположениям, прогнозам, когда все-таки наступит момент, когда придет такое понимание, что мы куда-то всплывать начинаем? Когда можно снова будет продавать и буринут? Понимаете, мы всплыли уже давно, значит, и плывем по течению, нам этот процесс надо остановить, чтобы больше не всплывать, а просто плыть. Потому что всплывает отдельная субстанция у нас, мы в этой ситуации, не хочется повторять слова тренера футбольного клуба Анжи, после игры с СССР, но мы фактически в этой ситуации в 2016 году оказались. За 4-5 лет было сделано все, чтобы не было и детской школы, и чтобы потихоньку уничтожить команду. Сегодня надо шляпу снять перед Игорем Загозкиным, который бьется, и много делая для того, чтобы команда осталась Сережа Обухов, Миша Жданов. То есть ребята, которые действительно понимают, что если сегодня ничего не делать, то Киров останется не только без команды, но и без детской школы. В новый сезон Родина пойдет, Андрей Александрович? Мы заявку оформляем, значит пойдем. Но с другой стороны, вы же видели, что у нас целая группа работников администрации Кировской области вышла на коньках с клюшками. Поэтому сегодня, понятно, не 1 апреля была бы Родина, защитить ее будет кому. Спасибо. Андрей Маури, исполнитель и директор попечительского совета хоккейного клуба Родина. Мы бы тоже сняли шляпу. Да, у нас без шляпы можем снять только наушники. Игорь Васильевич, мы как-то начали, говорите, что если все-таки сейчас клуб удастся остановить этот процесс падения, то надо как бы перезагрузку некую провести. Что вы имели в виду? Как вы видите. Да, вот как раз, наверное, этот момент сейчас очень важен. То, что в России всегда же есть вопрос, кто виноват и что делать. Как бы вопрос, что делать. Да, то есть давайте мы поговорим о том, что делать. То есть вот этот момент, сегодня нужно какую-то отправную точку. Так жить, как мы жили последние 2-3 года, когда, по сути дела, команда теряла статус профессиональный. То есть она не могла провести ни сборы, ничего. То есть так жить нельзя. То есть надо куда-то двигаться вперед. И вот как раз не просто необходимая перезагрузка, о чем я имел в виду речь. То есть если мы возьмем наш стадион, то на этом стадионе, допустим, заниматься практически невозможно. То есть это стадион, который самый худший в городе на данный момент. То есть то покрытие, которое есть, оно пришло в негодность. И, допустим, команды там ни одну тренировку проводить нельзя. Ваше предложение? То есть у нас нет предложения. Первое, надо разобраться с стадионом. То есть материально-техническая база, да? Абсолютно правильно. Это, по сути дела, областная собственность. То есть нужно обратить внимание на наш стадион. То есть стадион, на самом деле, в городе у нас самый худший. То есть если мы возьмем еще установки, которых из четырех работают только две, и, по сути дела, есть только две, то вся материально-техническая база находится в плачевнейшем состоянии. Как и получается так, что невозможно проводить там практически тренировочные занятия. То есть я начал с этого, но начать, конечно, надо было не с этого. Именно перезагрузка – это четкий, ясный бюджет. То есть вот этот бюджет, который есть. Который в начале сезона уже должен быть понятен. То есть если он будет, этот бюджет, тогда уже и ребята будут с оптимизма смотреть в дальнейшее и в будущее. И нам можно было создавать команду в соответствии с бюджетом. И весь этот сезон продумывать и соответствии с бюджетом, который он есть. Да, может быть, он не будет очень большой. Да, там всегда хочется большего. Но должен быть ясный, четкий, прописанный бюджет. Если это будет, будет намного проще и яснее жить. Первый момент. Второй момент. Именно первый момент бюджет, естественно. Второй момент – вот этот стадион. То есть нельзя все-таки, ну, по сути дела, визитной карточке городе, команды, которые играют в самой высокой лиге, проводить игры на таком стадионе. На таком безобразном стадионе. Именно, я бы так сказал, трибуна, которая уже, по сути дела, рушится. И это все, еще раз повторюсь, областная собственность. На протяжении последнего времени в реконструкции стадиона не было вложено ни копейки. Именно про Родину речь идет. Да, то есть это на протяжении 4-5 лет. Не знаю специально это, не специально, но это есть. И нашей команде невозможно заниматься. Детская спортивная школа – огромная проблема с местами занятий. Поэтому на данный момент, понятно, мы не можем махнуть волшебной палочкой и изменить ситуацию, что у нас стадион будет один из лучших в мире. То есть, естественно, это не произойдет сразу. Но на данный момент нужно четкое, ясное понимание, что команда должна пользоваться теми объектами в городе, которые есть. Вот у нас существует такое муниципальное задание, которое составляют, по сути дела, наши чиновники, да, спортивные чиновники. Но почему-то в этих заданиях, что такое муниципальное задание, о чем идет речь, это то, что распределяется время и на наших стадионах. То есть это стадионы. Кто, когда занимается. Да, кто, когда занимается. Когда там это и дорожки, допустим, легкоатлетические, это и футбольные поля, это и лед искусственный, который, знаете, у нас три катка, существует два в области и один в городе, да. То есть и город, и область у нас являются, ну, попечителями. Но когда речь заходит о том, что команде надо кататься на искусственном льду, либо проводить занятия, тренировочное занятие на тех или иных стадионах, потому что, еще раз повторюсь, на нашем стадионе невозможно проводить тренировочное занятие. Даже легкоатлетического плана такого. А у нас там невозможно верить, потому что поле, оно, во-первых, очень много разрывов на поле, то есть можно получить травму именно бега, плюс, но, ну, по сути дела, бетон, наверное, мягче того поля, которое у нас сейчас существует. То есть не летняя, не зимняя тренировка там практически невозможна? Зимняя, естественно, возможно, потому что лед, когда лед начинает, а так тренироваться, по сути дела, негде. Вот, так вот, я закончу по поводу того, что этих мест занятий, вот, нужно обязательно, чтобы в этом муниципальном задании, которое составляют чиновники, фигурировала команда Родины, потому что ее на данный момент нет нигде. Ее нет ни на льду дынки, то есть, когда мы говорим, нам нужен искусственный лед, говорят, вопросов нет, 7 тысяч. То есть за деньги-то, пожалуйста, 7 тысяч за один час. Да, то есть получается так, что муниципальный, городской у нас дворец, союз, да, то есть два областных, но команда, которая является и областной, и городской, должна кататься за деньги. Но это нонсенс. И при том, и команде этих денег не дают. И команде денег не дают. И плюс другие моменты. Игорь Васильевич, просто минута у нас буквально остается до конца, да. Так, давайте подобьем понятный бюджет в начале сезона, да, материально-техническая база, стадион, а далее вот как раз это распределение муниципальное, где когда заниматься, еще есть пункты по перезагрузке. Ну, я думаю, что их дальше можно и внести, потому что... А, то есть мы не успеем закончить. Да, мы не успеем закончить их, а не, так сказать, давайте остановимся на этом. Я хочу сказать о том, что на самом деле необходимая перезагрузка. Вот именно это должны мы все понимать, чтобы двигаться дальше. Если мы это сделаем, то мы сможем двигаться дальше. Если нет, то эта команда потеряла статус профессиональный. Давайте так, если мы говорили об этом, давайте еще раз повторим. Если не говорили, то озвучим все-таки. Итак, заявки куда подаются сейчас? Заявки подаются в Федерацию хоккея с мячом России. То есть сейчас до 15-го, по-моему, числа клубы должны дать согласие на то, что они смогут играть в команде, в Суперлиге. В Суперлиге. То есть Родина в Суперлигу заявку подает? Да, вот сейчас мы... Андрей Лебедович сказал сегодня и мне, и вот сейчас он сказал это в эфире, о том, что сейчас подается заявка в Федерацию хоккея России о том, что команда Родина примет участие на следующий сезон в Суперлиге. Когда должен быть известен, собственно, ответ? Ну, я думаю... А там, по-моему, еще платить надо что-то. Да, вот этот момент тоже очень интересный, потому что мы тот сезон, по сути дела, не заплатили тех средств, которые были именно этот... Как взнос там, да, за участие? Да, его мы не заплатили. То есть сейчас нам придется... Двойной? Абсолютно правильно. А Родина вторая? Родина два? Да, вот сейчас тоже это очень здорово, потому что, вот, учитывая нашу ситуацию и вообще ситуацию, всегда в Кирове то, что мы... Оптимальный вариант, если мы будем питаться только за счет своих воспитанников, да, то есть и поэтому команда, детская спортивная школа и команда первой лиги, ну, высшей лиги сейчас, она просто необходима. Поэтому сейчас вот очень хорошая и новость то, что и эта команда будет играть, значит, будем обыгрывать пацанов, будем обыгрывать молодых ребят, будет несколько, некоторые ребята, которые отправляются от травм, проводить там эти матчи, то есть это просто здорово. Ну, замечательно, несмотря ни на что, мы на такой, на хорошей, позитивной. На хорошей, позитивной. На позитивной. Я думаю, вы сказали, на этом остановимся. Мы не заканчиваем и не остановимся, мы об этом еще будем говорить, я думаю, этим летом не один раз. Да, обязательно вас приглашать еще будем. Спасибо, Игорь Загоцкин, главный тренер команды Родина. Всего доброго. Всем спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.